Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Все, что будет сказано в этом ролике, является моим личным мнением. Вы можете согласиться с ним и поставить лайк под этим видео, или не согласиться и поставить дизлайк. Это ваше право. 12 августа 2000 года, ровно 20 лет назад, была уничтожена подводная лодка «Курск». Погибло 118 российских моряков. 23 моряка-подводника были живы еще несколько дней. Они написали два письма. Одно из этих письм, письмо капитан-лейтенанта Колесникова, было обнародовано, но только наполовину, обращенное к семье. Оставшаяся часть письма и второе письмо до сих пор засекречены. Что же все-таки произошло 12 августа 2000 года? В этот день проводились российско-китайские учения. Наши моряки испытывали новейшую торпеду «Шквал», развивающую под водой огромную скорость 500 км в час. Обычная торпеда развивает всего 60 км в час скорость. Это было достигнуто за счет образования воздушной подушки перед торпедой. В результате этого торпеда как будто летела по воздуху. И за счет этого достигается такая огромная скорость 500 км в час. Китайцы хотели приобрести это оружие. Если бы они это сделали, то расклад сил на Тихоокеанском побережье значительно бы изменился. Американские позиции бы значительно пошатнулись. Поэтому они всячески старались предотвратить эту сделку. За месяц до этих учений был задержан американский бизнесмен Эдмонд Поуп. Он хотел купить у конструктора планы вот этой новейшей торпеды «Шквал». Хочу обратить ваше внимание, что бомбардировка места потопления Курска осуществлялась несколько дней российскими моряками. То есть это говорит о том, что с помощью глубинных бомб наши моряки пытались предотвратить утечку информации. И чтобы вот эти новейшие торпеды «Шквал» не захватил наш возможный вероятный противник. В 11 часов 28 минут Курск был готов к запуску «Шквала». Около него крутились две американские подводные лодки «Толедо» и «Мемфис». «Толедо» приблизился к Курску на опасное расстояние. Произошло столкновение. Американцы всячески пытались помешать Курску испытать новейшее вооружение. Кстати, на борту российских кораблей, которые находились рядом, присутствовали китайцы. В частности, они находились на корабле «Петр Великий». Они следили за этими учениями. У россиян и американцев не выдерживают нервы после того, как произошло столкновение. Гидролокатор «Мемфиса» американской подводной лодки регистрирует звук открытия торпедного люка Курска. То есть, это говорит о том, что наши моряки готовились к тому, чтобы уничтожить американскую подводную лодку. Возможно, пугали. Сейчас об этом мы никогда не узнаем. Чтобы предотвратить затопление «Толедо», торпедой «Шквал», капитан «Вемфиса» выпускает торпеду МК-48. Эта торпеда всегда бьет в капитанскую рубку. Вот на заставочке к этому видео вы можете увидеть отмеченное стрелкой круглое отверстие. Это похожее отверстие от попадания торпеды МК-48. Именно в капитанскую рубку. Очень рядом. Судьба Курска уже решена. Американская торпеда пробивает корпус корабля в задней части торпедного отсека. В непосредственной близости от командирского мостика. Это приводит к взрыву. Возникает пожар. Огонь подобрался к остальным 24 торпедам. Через 2 минуты 15 секунд от удара МК-48 происходит огромный взрыв в торпедном отсеке. Уничтоженный Курск идет на дно. Вы знаете, после вот этого уничтожения Курска были подняты 2 эскадрильи российских самолетов. Они были подняты для того, чтобы уничтожить обе американские подлодки. Но поступил приказ, похоже, от самого высшего руководства. И эскадрильи вернулись на свои авиабазы. Американские подлодки не были уничтожены. Одна из них затем возвратилась в США, чинилась там. Вторая пошла в Норвегию. Кстати, взрывы от взорвавшихся торпед были огромные силы. Они регистрировались сейсмическими станциями даже в Норвегии. Сила была, взрыва огромная. Кстати, именно норвежцы предложили впервые использовать батискаф для того, чтобы спасти оставшихся в живых 23 российских моряков. Но наше правительство к своему стыду отклонило это предложение. Очень долго скрывалась трагедия на Курске. Всячески замалчивалась. Потом просто стали лить целые тонны лжи, средства массовой информации, наше правительство, наши военные. Но я хочу заявить о том, что многие военные моряки, в своей чести, они говорили правду, за что и были уволены из наших вооруженных сил. Честь и хвала настоящим русским морякам. Позор правительству и продажным тварям, которые лгут до сих пор о трагедии на Курске. После этого Америка простила России все долги, выдала новый кредит на 10 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин, есть такая информация, заплатил по 25 тысяч долларов семье каждого погибшего моряка, так скажем. Пытался заткнуть рот вдовом погибших моряков. И после этого он стал, назвал вот этих вдов погибших героев 10-долларовыми проститутками. Цинизм и лживость нашего президента просто зашкаливают. Вы знаете, было три пути после того, как произошла эта трагедия. Можно было уничтожить американские подводные лодки Толедо и Мемфис. Как говорится, зуб за зуб, око за око. Это был путь решительного человека, решительного лидера. Да, мы бы ничего не получили от этого уничтожения, но наша честь, наше достоинство, достоинство наших вооруженных сил остались бы на высоте. Был второй путь рассказать всему миру о том, что произошло, обвинить в этом американцев, потребовать с них компенсацию. И они бы заплатили, поверьте. Мир стоял на пороге практически Третьей мировой войны. Но Владимир Путин избрал самый скользкий путь. Он стал лгать об этой трагедии и сказал, что она утонула. То есть он до сих пор замалчивает по сути убийство 118 российских моряков. Повторюсь еще раз, обозвал их вдов 10-ти долларами проститутками. То есть когда говорят, что Владимир Путин является лжецом, обманул россиян с пенсионной реформой, вы забываете о том, что в самом начале своей карьеры он уже обманывал российский народ. И продолжает обманывать до сих пор. До тех пор, пока он находится у власти, счастья нам не видать. Мы будем жить все хуже и хуже. Вы знаете, мне приснился однажды сон. Я иду по какому-то лесу, и вдруг идет эхо. Я понимаю, что кричат какие-то духи моряков. Все они кричат «Ура!» и двигаются вперед по тропинке лесной к свету. И я с ними закричал «Ура!» очень громко, и мы побежали вперед. После этого я проснулся. Я долго не мог понять, к чему этот сон. И вот только сегодня понял. Похоже, мне приснились души погибших моряков с Курска. Они требуют о том, чтобы мы говорили об этой трагедии. Не замалчивали это убийство. Мне хочется почтить память наших погибших моряков минутой молчания. Мне хочется التкар forget about that. Ты мне quiet, чтобizi моряков с рекоменствами по дailу в влагу. И мы заснулся от Тахарии. То есть вы влагу или подали гель-секомендуйте коридкие коридеры? Чтобы cathарики русскому помешали с его камень depuis раньше. А 정и tatара не помешана. Ты можешь пахатьreditdelку, которое я шукурую. Я спилал как пахать jetzt todas. И хочется закончить это видео Словами из песни Юрия Шевчука Капитан Колесников После трагедии Долго будут врать Расскажет ли комиссия Как трудно умирать Кто из нас ровесники Кто герой, кто чмо Капитан Колесников Пишет нам письмо Кто из нас ровесники Кто герой, кто чмо Капитан Колесников Пишет нам письмо Друзья, пишите ваши комментарии Ставьте лайк, если вам понравилось это видео Или дизлайк, если не понравилось Думайте сами, решайте сами Голова у вас на плечах своя Кто из нас герой, а кто чмо До свидания С вами был Олег Бурылов Ваш голос правды Субтитры сделал DimaTorzok